Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новое видео на свой каналчик. Сегодня у нас в игру ввели рейтинги, определенно новое введение, которое показывает новый индикатор силы танка. Это обновление у нас появилось с рестартом 21 августа, в этот рейтинг у нас в полоске входит, что у нас тут написано, это отображает уровень силы вашего танка, чем круче ваше вооружение, корпуса, пушки, дрона, модуля, тем выше это значение. Вот что у нас, ребят, написано по этому поводу на форуме. Вот такой вот баланс, можно таки сказать, немного измененный, с показателем силы танка, при котором максимальное количество должно быть 4 девяточки. Это значит 1 очко, 1 опыт до 10к. Зашел я в игру и думаю, блин, ну не может же быть такого, чтобы у меня не было максималки. Ну не может же быть такого. В вооружении у меня было что-то вроде такого. Захожу и смотрю, у меня 5999. Спрашиваю ребят, думаю, блин, а у вас сколько? Говорят, у тебя должен быть максимальный. Я говорю, максимального нет. Каким образом оно засчитывается, я не понял. Ну и в итоге, дело дошло до того, что все у нас, чтобы дошло до максимального, в моем случае, чтобы показало 4 девятки, надо было просто одеть максимально прокачанные модули. Если одевать их по одному, то это вот так выглядит. Если одевать 25, то это сразу у нас прибавляет 3000. А если по одному, то по 1000 карты. Ну и, конечно же, фулл прокачанный дрон, что в сумме нам дает максимальное количество, максимальное число. И в этом плане я, конечно, сильно так удивился. Вот такой вот ролик на такую тему я сегодня решил записать. Я думаю, что многим интересно. Отпишите, ребят, в комментариях, какова сила вашего танка. Мне тоже будет интересно узнать, насколько много танкистов получили максимальное значение в этом плане. Я так понял, что максимальное значение может быть при том раскладе, если у вас есть в гараже и одета прямо сейчас максимально прокачанный корпус, максимально прокачанная пушка, 3 модуля плюс дрон. В этой сумме получается у вас максимальная прокачка танка. Возможно, есть какой-то еще баланс в этой системе, пока я, честно говоря, не разобрался в этом полностью. Возможно, если у вас не все там, например, корпуса, хотя у меня тоже не все корпуса пуловые. Ну, не знаю, короче, в какой-то степени, может быть, это еще как-то меняется. Давайте сыграем одну каточку, я думаю, и в этой каточке еще дополнительно к этому ролику отрываем, наверное, какую-то десятку контейнеров. Почему бы и нет? Сейчас режим джаггернаут. Запустим, скатаем такую вот каточку. Давно у нас не было роликов вообще на основном аккаунте, поэтому, я думаю, пора бы уже в этом плане что-то изменить. Джаггернаут меня закидывает. Как раз-таки я уже на джакере. Вообще шикарно, с максимальным значением. Не знаю, ребят, если честно, что касается этого значения, показывается ли оно другим игрока, и где оно вообще показывается. Потому что на форуме у нас написано, что при приеме в клан, например, вы можете посмотреть силу прокачки игрока, которого вы хотите принять. Что-то вроде этого написано, поэтому, если честно, я сильно так не понял, где это можно пока посмотреть. Возможно, это потом будет появляться в рейтингах, скорее всего. Но это было бы логично, чтобы в рейтинге ты заходил, и можно было спокойно посмотреть данный как раз параметр. Так, а меня тут тем временем хотят уже слить. Хорошо, овердрайв изюзал. Надо слить еще пару игроков, чтобы сейчас нарез не уйти. Что печально очень будет в этом плане. Давай-давай, сводимся, сводимся, сводимся. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ох-ох-ох. Ох, сколько игроков на меня уже атакует. Давайте, ребят, как только сейчас я джаггернаута потеряю, сразу же откроем десяточку контейнеров. Так-так-так-так-так-так. А-а-а, ясно. Давно у меня не было открытия контейнеров тоже на этом основном аккаунте. Безусловно, они еще у нас будут. Ну, а думаю, почему бы сегодня не открыть какую десяточку. Давайте даже 11 откроем, чтобы у нас 60-х осталось. Думаю, что с этими контейнерами мы еще устроим, не устроим, а запишем еще одну серию по битве к контейнерам. Не знаю, с кем я ее буду записывать, потому что все у нас ребята уже пооткрывали свои контейнеры. Ну, я думаю, что надо будет еще одну серийку в этом плане записать. Первый контейнер у нас упало 125 ускорений. Могло бы что-то и лучше упасть, конечно. Ну, и ничего страшного еще у нас должно было быть 10, но уже 9. 250 всех припасов падает. Неплохо, неплохо. Открываем дальше. 125 двойного урона. 125 мин. Так, вернуться в бой мне уже просят сейчас. Давайте откроем еще один контейнер, чтобы открылось пятерик. Может, с пятого что-то падает. Кристаллы падают 3,5. Ясно. С первых пяти контейнеров ничего хорошего у меня не упало. Ну, а чтобы растянуть немножко удовольствие с контейнерами, давайте попробуем забрать сейчас Джаггернаута. Как раз у меня даже табличка уже выскакивала, что пора возвращаться в бой. Поэтому попробуем сейчас Джаггера забрать. Что касается, ребят, данного вообще режима, то могу сказать точно то, что... Джаггернаут на основах не поменяли. Его баланс остался прежним. И это очень-таки меня радует. Безусловно, на мультах они его поменяли, но на основах ничего не тронули. И это замечательно. Джаггернаута я с легкостью забираю. Поэтому немножко сейчас на нем поиграем. Так, давайте сводимся по этому игроку. Он сразу спрыгивает. Не хочет он. Не хочет он мне давать килл. Ну, ладно. Не хочешь давать тогда, с уничтожайся. Этот там я забрал. Дабл притом. Заберем сейчас рельсу. Надо попробовать занять первое место в данном бою. Чтоб было в этом плане четко. Что касается еще обновлений, которые у нас вышли, то у нас апнули пулеметик. Возможно, по пулемету я тоже какой-то видосик запишу. Посмотрим вообще, он дебайдом или нет. Но это точно уже не сегодня, не здесь и не сейчас. У нас Джаггернаут. И надо на нем удержаться по максимуму. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Ух, как мне повезло сейчас-то. Блин, очень, очень, очень сильно сейчас повезло. Ой, еще раз везет. Дабл килл делаю. Дает мне шанс еще забрать танк. Как минимум один. Ух, и я упал, блин. Обидно. Чуть-чуть не рассчитал. Дистанцию и упал. Так, давайте, короче, откроем еще тогда сколько? Пять минут у нас до конца каточки. Давайте откроем тогда. О, мне 4 контейнера как раз дополнительно дали. 70 контейнеров стало. Давайте тогда еще десятку откроем. То есть 15 контейнеров у нас с вами будет открыто. Как раз тогда открываем сейчас. Пятерочку еще. Здесь 100 всех припасов. Неплохо. Мины. Это всего нехорошего. Мне ничего не хочет давать. Так, еще 100 всех припасов. Сегодня одна нарочка у нас. Так. Здесь как рисов. Неплохо. 3 зеленых свечения из 5. 3,5 тысячи кристаллов. Ну, такие 5 у нас открытия было. Давайте еще раз джаггернауту заберем. Давайте джаггернауту заберем, заберем. Можно назвать данный ролик. Потерял джаггернаут. Открыл 5 контейнеров. Неплохо я придумал, да? Мне понравилось. Сейчас заберем джаггером. Я надеюсь, что я успею в данном бою еще его забрать. Давайте, давайте быстренько подъедем. Наверх. ХПшки у него там не должно быть мною. Все-таки у него силы танка точно не 4 девяточки. Блин. Самуничтожился. Только я начал подъезжать и... Он решил самуничтожиться. Решил не отдавать никому ким. А просто взял и самуничтожился. Отличный джаггернаут. Джаггернаут у нас на другой стороне. Что касается пушки, именно... Забирать джаггернаут. Не знаю, по моему мнению, Фриз самая удобная пушка. Ты спокойно морозишь джаггернаута. Ты спокойно его забираешь вообще без особых проблем. Безусловно, сейчас не получилось, Так как я ушел на резку. Но если бы я на резку сейчас бы не ушел, Возможно, я бы смог с той же легкостью Забрать данный джаггернаут. Потому что Фриз у нас забалансен настолько сильно, Что ты можешь и жестко морозить танк, И при этом еще наносить колоссальный урон. Что тебе дает просто комбо, комбо действия Для слитья джаггернаута. Вот уже как быстро у нас опять уходит на резку джаггернаута. Тоже, кстати, спрыгивает. Зачем они спрыгивают на джаггернауте? Я вообще-то упал просто не специально. А, они тут начинают уже специально прыгать по очереди. Ну ладно, пусть прыгают. Золотой ящик у нас на карте. Давайте попробуем посмотреть вообще, где он падает. Поем на центральный мост. С этой точки все видно более-менее хорошо. Ага, вижу, где он падает. А, кстати, у нас в игре же Х5. Х5. Выпадение золотых ящиков сегодня. Опа, давай-давай. Ах, мог забрать. Ну, что-то, если честно, я не заметил этого Х5. Потому что золотые ящики не так часто падают. Как должны были падать при таком шансе выпадения. И при этом сегодня у нас еще в игре также добавлены звезды, которые у нас были при войне. И что у нас еще добавлено? Х2 фонды добавлены. Поэтому сейчас по окончанию боя как раз-таки посмотрим, сколько я заработаю с данного боя. По сути, на данном аккаунте у меня нет уже определенной цели, на что тратить кристаллы. Потому что у меня два дрона при фулл прокачке. Единственное, что можно было бы мне выкачать, это еще какие-то дроны. Либо же прокачать... О, наконец-то я забираю джиггернауты. Это очень хорошо. Либо же мне прокачать хантера шафта, который у меня не качан. Это единственная одна пушка и один корпус, который у меня не качан. Что касается шафта, то он у меня вообще не куплен. И вообще у меня никакой модификации его нет. Ну и в принципе необходимости я не вижу качать данную пушку. Мне она не нравится. А если мне не нравится пушка, зачем мне она нужна в принципе? Поэтому, можно так сказать, есть условия у меня определенные. Я не вижу в этом смысла что-то менять. Пока апа данной пушки не будет такого прям колоссального, что можно было бы видеть, что данная пушка реально огнет и мечет. Смысла в этом я особо не вижу. Одна минута у нас состоится до конца. И меня должны сейчас уничтожить, чтобы я открыл еще пять контейнеров. Но пока что-то я не вижу такого наплыва игроков, чтобы они меня слили. Поэтому давайте-давайте еще потеряем. Возможно меня еще успеют убить. Но если не успеют, то доиграем каточку, зайдем в гараж и откроем еще пять контейнеров. И посмотрим, что у нас с них выпадет. Так-так-так-так. Ах, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как сейчас было очень плохо. И очень рискованно. Но получилось как-то вытянуть из того момента. Как ни странно. Все прыгают вниз, что-то. Ну давайте... А, не успею. Я уже хотел сказать, что я успею сделать. Хотя... Нет, 50 килов точно не успею. Можно было бы попытаться, но не получится. Не получится. Четыре тысячи я взял с фонда. Нифига себе. Неплохо. Две плюс две тысячи, плюс три звезды. Что касается звезд, то набитие их, мне кажется, очень смешным. Потому что, блин, по сто звезд набивать ради одного контейнера, ну это смех какой-то. При том, что на войне можно было это заработать гораздо, гораздо проще. Даже если учитывать тот факт, что звезды у нас суммируются. И то это очень-таки смешно. По моему мнению. Ну давайте открываем еще пять контейнеров. Первый у нас контейнер с ускоряшками. Еще один. Что-то здесь как рисов. Да, кристаллы видел, прибавились. Что у нас еще? Синяя. 250 всех припасов. Ну что-то очень много припасов падает, которых мне в принципе не надо. Переходим тысячи кристаллов. И последний контейнер. И падает еще не трушечка. Вот такое вот, ребят, видео у нас сегодня получилось. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если еще, ребят, не подписаны. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.